Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим торт «Три молока». Также этот торт известен под названием «Трес Лечис» и очень популярен, особенно в Южной Америке. Бисквит полностью пропитывается двумя видами разного молока. За счет этого торт получается особенно вкусный, сочный и нежный. Каждый кусочек просто тает во рту. Сначала приготовим бисквит. Для его приготовления понадобятся самые простые продукты. Полное количество всех ингредиентов для торта я вам оставлю в описании под видео. В миску выбиваем три яйца. Если у вас яйца маленькие, то возьмите лучше 4. У меня каждое яйцо по 70 грамм. К яйцам добавляем щепотку соли и 180 грамм сахара. Также я добавлю 2 чайные ложечки ванильного сахара. Вместо ванильного сахара можно добавить ваниль, экстракт ванили или цедру лимона. И перемешаем миксером в белую пышную массу. Яичная масса хорошо увеличилась в размерах. И теперь добавляем сюда 70 миллилитров растительного масла без запаха и 80 миллилитров молока. У меня молоко ореховое, но можно, конечно же, обычное коровье молоко. Либо овсяное молоко. В общем, то молоко, которое вы любите. Все недолго перемешаем. И просеиваем сразу всю муку. У меня здесь 230 грамм. И просеиваем 2 чайные ложки разрыхлителя. 2 чайные ложечки – это 10 грамм. Сначала немного перемешиваем ложкой и затем на низких оборотах перемешиваем миксером. Ничего взбивать не нужно, а просто перемешать до однородной консистенции. По консистенции тесто должно получиться примерно вот такое, не густое. Оно стекает ленточкой с венчика. Далее подготавливаем формочку. Я установила кондитерское кольцо на размер 20 сантиметров диаметром. Подойдет любая форма диаметром 20-22 сантиметра. Слишком маленькую не берите, чтобы затем бисквит хорошо у нас пропитался. Формочку очень хорошо нужно закрепить пергаментной бумагой или фольгой. Прямо сложить в несколько слоев и закрепить. И переливаем тесто в форму. Духовка уже должна быть разогрета на 180 градусов. Отправляем запекаться тесто на 35-45 минут. Через 30 минут приготовления можно открыть и проверить. С помощью ножа отделяю бисквит совсем чуть-чуть от стенок формочки. И отставляю его немного остыть. И пока приготовлю заливку для бисквита. Для заливки нам понадобится 3 молока. У меня это сгущенное молоко, сливки и обычное молоко. Можно использовать любое молоко по вкусу. Овсяное, кокосовое, ореховое. Смешиваем 200 мл молока. 120 мл жирных сливок. И здесь у меня 180 г сгущенного молока. И просто все перемешаем. И теперь берем любую зубочистку, шпажку, вилку. И делаем множество проколов по всему бисквиту. И теперь просто заливаем бисквит заливкой. Как вы смогли заметить, у меня бисквит остался в той же формочке, плотно заложенной фольгой. Заливка впитывается очень быстро. Это видно на видео. На первый взгляд может показаться, что заливки много. Но не переживайте, бисквит все впитает в себя. Получится особенно вкусно. В этом и есть вся прелесть этого рецепта. Заготовка торта полностью готова. Накрываем ее пищевой пленкой. И убираем настояться в холодильник на 3-4 часа. Пока бисквит у нас настаивается, приготовим крем. Для этого я буду использовать маскарпоне, сливки и сахарную пудру. Маскарпоне можно заменить на любой творожный сыр типа Филадельфия. Смешиваем все ингредиенты. Сливки и маскарпоне должны быть очень хорошо охлаждены. И взбиваем миксером до полного загустения. Торт можно смазать кремом просто обычно сверху. Либо переложить его в кондитерский мешок с насадкой и сделать более красивые узоры. Торт у меня настоялся в холодильнике. Хорошо пропитался. С помощью двух тарелок перекладываю его на блюдо. И отсаживаем крем по всей поверхности бисквита. Торт 3 молока готов. Вот такой красивый он у нас получился. Давайте же отрежем кусочек и попробуем. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Пишите мне ваши отзывы и комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Пока-пока!